Мы таки, что были на пресс-конференции благодейного фонда правовой законы, насколько мне известно, что этот фонд находится под патронартом або под эгидой комиссара ООН по беженцам. Таким чином, фактически, этот фонд говорит, ну, будем вважать, что он говорит устами ООН. Он не говорит устами участкового украинского суспильства, но все-таки, я вважаю, что нашему суспильству требует вважать эти выставки, которые были сделаны этим фондом права на защиту. Они очень резко критиковали законопроект по реинтеграции оккупированной зоны Донбасса и с точки зрения лишь такой одной – права людины. И не брали все аспекты этого закона. Они не торкались о мирском договоре, о его реализации, они не торкались о политических аспектах, не торкались о войсковых аспектах, и лишь права людины, потому что это отвечает напрямку деятельности этого фонда. И, конечно, они увидели много рисков, которые связаны с введением незрозумимого, как на меня, стана. Почему незрозумимого? Представник, как раз я покажу, Михаила Чаплига, это представник Упроводной Верховной Ради справа людины, он как раз очень хорошо оценивал ситуацию, что да, права людины нужно защищать, да, права людины могут быть обмежены в определенных условиях, но в каких условиях они обмеживаются, кто обмеживает, и какую ответственность несут те органы, которые обмеживают эти права. Все нужно начать, он правильно сказал, с Конституции. И Конституция, 64-я статья, яка четко вказывает про то, что права людины в умовах военного и надзвичайного стана могут быть обмежены. И ни в каких других странах, я еще раз наполягаю, ни в каких других странах Конституция вказала вичерпанный перелик стана, военный стан и надзвичайный стан, все. И сказала Конституция, а какие же права не могут быть обмежены. Вот что не пролунало в выставках от всего фонда, не пролунало співвідношения, а попадают, чи не попадают в можливые обмежения, відповідно до проекта этого закона, вот те права, которые Конституцией не обмежуются, вот той перелик беспосредних статей Конституции, которые назначены в 64-е. Вот тогда один был, как на меня, недолик, тех, кто анализовал это в законе. И они верно сказали, что незразумилые зоны, незразумилый статус, незразумилые повноважения органов, которые будут обмежены, незразумилые эти органы. Тобто, что значит незразумилые повноважения? Межи обмежения. Чему вся Украина попадает под обмежение, что повинны спецорганы следствовать с именными амкаутами, по поштою, фейсбуком и прочее-прочее по всей Украине. Когда, например, введение военного стану, наш закон же припускает две можливости, введение военного стану на всей территории Украины и введение военного стану в певной зоне. И вот тогда вот эти вот права обмежуются для громадян лишь в той зоне, где введен военный стан. Если он не на всей территории, то не могут, например, права люди в Киеве обмежены, если военный стан введен в Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой области. Это так же на это требует живать. А тут не введение, не антиконституционный какой-то новый стан вводится, незразумилый непередбаченный Конституцией, незразумилые повноважения, незразумилые межи, да еще с такими обмежами не до всех людей. Вот я коротко, я не могу сегодня говорить детально, потому что детально рассказывали все, но вот моя такая загальная оценка того, что произошло сегодня на пресс-конференции в Униане вот этого благодейного фонда права на защиту. И одно вопрос. Но мы не должны забывать, что при введении военного стану, то есть права громадян на окупованных территориях покладаются на краю на окупание. Так это уже инш. Значит, тогда в таком вопросе визначается агрессор. Никаких идиотских линий размежевания нема, а я линия фронта. Линию фронта не перетинают, как у нас чемусь там всякие посты перетинания, дивные, как на мене. Торговля на крови в том числе. Значит, не перетинаются. И то, где действительно по статуту ООН, вся відповідальность повязана социальными аспектами, гуманитарными аспектами, правовыми аспектами покладаются на державу окупанта, на державу агрессора. А наша Лолида про это что-то умалкивает. И почему саме спикеры пресс-конференции тоже не сказали про норму международного права? Да, конечно, это немного дивно. Я думаю, ну, и тогда единственный момент, враховывая, что право на захист это все-таки благодейный фонд, связанный с международными организациями, они должны были бы сказать також, ну, хотя бы точку зору на этот закон через призму международного права. В определенных документах международного права, хотя бы через статут ООН. Бо посилания были на рахунок ответственности России, что эти закони будут иметь лишь национальный влияние. И ни в каком разе не выходят на межи международного права. Звычайно, это такой же недолик закона, потому что они адресуют. Якщо они там, навіть в преамбуле, Россия будет оголошена агрессором, я бы это не через преамбулу робил, а в инши способ агрессором, то, звычайно, тут же треба было сразу сказать и про римский статут, якщо они скояли злочин агрессором, и одночасно сказать про их відповідальность по линии статута ООН. Ну, Женевские, может быть, якщо мы там одночасно будем говорить про військовое половинное. Потому что у нас сегодня обмен так званими заручниками відбувается, у нас нема військового половинного. А Украина где захопила заручниками? Тогда и Украина получается заручниками захопила. Ветеранца. Знаете, вот такие вопросы для вас. Мне кажется, что каждый алгоритм, он должен предбачать кинцевое что-то. Я не знаю, ни от влади, ни от политических партий, ни от жодно, что в кинцевом выключении должно быть в процессе розвязания этой ситуации. Как можно что-то писать, если не сформулировано, а до чего ты должен идти? И что ты должен сформулировать? Я сидел, знаете, и так вот чу, вот какие-то такие висмигования. Вы, разумеете, тут один момент. Мы повинны взважаты на предметное завданя и целеспрямовность цели организации. Они права людин. Они не политичные, не державные организации. Они не могут нам сегодня говорить про конечную мету повединки нашей дурной влады. Разумеете, тому я тут претензии особо не отнимаю. Если бы это проводили мы с вами, пресс-конференции, как деячи громадские, и сегодня мы повинны были сказать и конкретные мета, как же вы мы анализировали. Да, конкретно меты нема. В цем законе повинны будут також, как на мены конкретные мета. Но не они про це могут говорить, мы говорят и политичные, и громадские организации. А конечную мету извинене наших территорий. И це конечную мету. И не лише в Луганской, Донецкой области. Извинене нашей территории и Крым. И все це неодноразово мы говорили, что у державы нема программы, нема завданя и нема меты. постановлены через законодавство. Они там какие-то говорят непонятные лозунги, инколи не будь яких зустрічах. Вот навіть, як би там, хто не я, категорично не лишуся до сталинского режима, но а сколько я, наприклад, с Молдовы, значит, и мне добре говорить. Коли Румыния купувала Бессарабию в 18-му році, то навіть, коли я вчился в школі, і давали нам карты, так званый межвоєнний период, ми вчили исторю СРСР, і здавали карты воєнний период, вот та частину, як звати Бессарабии, було покращено в коле Радянського Союзу, і штрихами покреслено, і внизу була сноска, що территорія, окупованная Румыния-территорія, окупація якої не визнаєт Радянський Союз. І оцюдва таким чином чітко стояла мета. Через 10, через 5, через повстання, через окупацію, навіть через панк Молотова-Робин-Друн. Але цю територію, як незаконно окуповану Румынию, повернути. Что? Она ж дійсно була незаконно окупованна, як би там, хто не говорив. Буковина? Не, маються, но я Бессарабия. Бессарабия? Бессарабия я про нього зараз не говорю. Может, і про нього треба говорити, але ми говоримо про Бессарабию. Тому що Бессарабия ніколи не було територією Румыния. Територія російської імперії, яка була видібрана утвасмарської імперії. В 1812 році. А Румыния взагалі утворилась в другій половині XIX столетчя, аж через полтинник років, як ця територія казалась російською. Але я кажу про сам факт. Була конкретна мета, що ця територія незаконно купована, і колись вона має повернутися. Є така мета по відношенню до Крима, по відношенню до Донбасу, визначена в наших законодавчих актах. Хоча б в піамбурі цього якогось. А йде маніпулювання просто свідомістю суспільства? Тобто визнати Росію агресором? Дмитрий Викторович, знаєте, оця ситуація, яка у нас відбувається з війною, мені видається, що влада, по суті, вона свою задачу, яку вона постановно виконує. Люди не можуть побачити цілісність ситуації. Ну, звичайно. Вони щось віддергають, потрібен контингент, не потрібен. І от таке от запитання до вас. І відповідність до того, що якщо суспільство не може сформулювати своє бачення, свою думку, як повинно бути, то воно, по суті, не може викластися в папір в вигляді законопроекту. І оце от розірване, відірване, щось таке воно буде. І тому я чомусь так вважаю, що ті прес-конференції, які у нас і будуть відбуватися, то вони такі от розірвані, відірвані і будуть. А цілісність як такої нам потрібна. Ну, звичайно. Також вина влади в тому, що она деморалізовала наше суспільство. Такое не визначено. Суспільство не знає, куди біхти. Абсолютно верно. Відповідність. А це нація якраз і вина нашої влади. Тому що вони проводники держави і проводники нації. Відповідність. Відповідність провідниками держави і наці. Нічі не повинні сформулюватися, а віна нація. Відповідність. Дякую. Дякую. Дякую.